начнем вот так вот странно что я вам хотел показать вот это вот официальный канал звезды на youtube звезда games 150 подписчиков вот их видео 9 штук вот а еще у звезды есть официальный сайт вот он сёгун битвы самураев все тоже думаю его знают и вот здесь есть ссылки twitter две группы на фейсбуке и youtube перейдем на youtube и вот такой там открывается канал 67 подписчиков два видео и все причем эти два видео загружены два года назад когда битвы самураев не было в принципе то есть звезда на сайт битвы самураев запостила ссылку на свой старый ютюбовский канал где даже никакого обзора на битвы самураев нет но это присказка а теперь продолжим здравствуйте с вами центр тактики я вечный сегодня как я и обещал мы рассмотрим 8 самых эпичнейших косяков звезды такой топ-8 вот у критика есть топ-11 а так как я вечный у меня будет топ-8 итак в этих топ-8 у меня не будет придирок исторической достоверности не та модель засунута этой модели двойки не было во время вторжения в советский союз четверка не та обмундирование не то это я оставлю на потом на следующее видео в общем не сейчас а сейчас я сделаю топ из таких косяков которые вот всем явно и так восьмое место на восьмом месте у меня знаменитый косяк с матильдой все вы помните мой обзор на британцев у матильды защита 3 на карточке но при этом у нее на самом деле защита 4 это написано в инструкции по сборке на карточке написано 3 то есть что получается звезда сделала матильду 2 сделал упаковку ей прислали карточки она поняла что карточки не те что защита на карточках не та ну или потом придумала защиту 4 и что же она сделала она не переделала карточки она просто в инструкции это вписала то есть получая коробочку с матильдой мы сразу получали старую нерабочую карточку автоматически если остальные карточки хоть какое-то время были действительными то здесь карточка самоврождение недействительное это раз поехали по второму ну второе тоже седьмое место седьмое место я тоже уже упоминал в самом обзоре на британцев это стойкость британского миномета которая равна семи вот я специально взял карточку для пулемета здесь она равна 8 почему здесь 7 правильно ли что здесь 7 я не знаю поэтому я поставил это на седьмое место может правильно что у миномета 7 может минометов набирали особо трусливых солдат и поэтому там 7 а в остальные родовой сбрали храбрых может это такой хитрый замысел звезды чтобы миномет сразу быстрее впадал в паник чем остальные войска это вот тоже я не знаю и это никак не объясняется но раз уж косяк такой мелкий и его даже особо не разглядеть я поставил на седьмое место шестое место шестом месте у меня еще одна карточка эта карточка немецкой полковой пушки что же с этой карточкой не так а вот здесь мы видим интенсивность огня по автомобиля тринадцать один одиннадцать то есть при численности 3 мы по технике бросаем 13 кубиков при численности 2 мы по технике бросаем 1 кубик а при численности 1 мы по технике бросаем 11 кубик ну мне нечего тут сказать этот косяк также прям не бросается в глаза но когда вот присмотревшись приглядевшись карточки его обнаруживает следующий и опять у меня в руках очередная тупая карточка эта карточка бт-5 вот видите бт-5 а вот этот танчик мне вот что-то бт-5 не напоминает и вот этот танчик мне бт-5 тоже не напоминает они мне напоминают бт-7 тут написано бт-5 значит этот танчик и вот этот бт-5 ну я вот не знаю когда вбиваешь в яндексе то в картинках то я думаю бт-5 там несколько сотен фотографий выпрыгивает среди них естественно я думаю выпрыгнуты другие бт-5 но разобраться где как какой танчик это ведь не модификация это разные танчики разобраться где какой танчик мне кажется возможно за некоторое время ну за денек зайти в википедию посмотреть как выглядит бт-5 и как выглядит бт-7 и поставить на карточку правильную картинку они с бм-13 также напутали но потом на следующем выпуске карточек у них уже правильная картинка а вот с бт-5 я не знаю может у меня самая старая а потом у них внезапно появился изменилась наверху картинка вполне возможно так что я буду надеяться что в будущих выпусках уже здесь будет правильный танк в четвертом месте ну четвертое место я поставил вот такой вот книжки вот тут у меня коробочки а вот тут у меня сценарий эти те сценарии не те да это те сценарии это сценарий битвы за дунай ну вот столько косяков как сценариях битвы за дунай по моему нигде нет это вот такие сценарии которым потом приходить вот приходилось делать листик специальными пояснениями исправлениями этой книги сценариев тут что в первом сценарии нет одного одна рота пограничников написано ошибочно второй сценарий вроде правильный а вот в четвертом сценарий слава богу сделали набор на определенное количество очков внизу маленькую приписку это очень радует если честно меня в остальных всех сценариев специально написали что карты берутся не только из битвы за дунай но из-за лета 1941 а в пятом сценарии вот этот веселый склад убрали ну если если книга сценария где в принципе текста ведь вообще немного надо делать листик вот такого же формата а4 с пояснениями то это не книга сценариев это мусор на третьем месте вот вот есть вот так такой замечательный набор он называется сдк фс 251 дробь 1 аус б вот я вот специально сегодня был по магазине и видел новый вариант этого набора он так же остался не изменился так вот в чем здесь беда переворачиваем здесь мы что имеем здесь мы имеем карточку броневика разглядеть ее практически нереально но в новом коробочке исправили карточка здесь и вполне можно получить информацию по ней сам броневик собраны и инструкция по сборке так вот когда я попытался собрать этот броневик по вот этой инструкции по сборке у меня нифига не вышло потому что если вставить эти три детали друг в друга они просто не встанут на место я вот не знаю что мешало сделать внутри листочек не вот с этой вот рекламкой а вот здесь как и во всех наборах сделать нормальную большую инструкцию где написано что одну деталь а именно номер 1 надо поддеть под деталь номер 6 а не вставлять ее сверху если ее вставлять сверху она не встанет но видно мужа была в этот день и на их стороне и поэтому всем нам приходилось вставлять ее сверху у меня даже была мысль что-нибудь там подрезать но потом до меня дошло что эта инструкция фигня второе место вот тоже есть у меня такая коробочка она от 122 миллиметровый галупец вот такая я думаю всем она известна так вот как всегда переворачиваем коробочку во первых я не знаю может это конечно галупица принадлежит отрядам роа но почему то вот тут немецкий крест это раз я не знаю на видео он будет вам виден но вообще тут немецкий крест это раз а во вторых вот когда вы откройте галупицу соберете это очень важно очень важно посмотреть на инструкции суметь ее собрать с помощью нее а не прилеплять детали сверху так вот когда вы соберете галупицу вы поймете что вот того парня который сзади вот стоит и пальцем куда-то тычет в этой коробочке нет в этой коробочке есть другой парень но они мало на друг друга похожи потому что вот этот вот парень из советского штаба и как он сюда встал я не знаю и вот если присмотреться хорошо присмотреться то вы заметите что вот и этот парень каким-то образом медитирует на своем штырьке что штырек даже не удосужились засунуть до конца он не встал на место этот парень медитирует летает хотя второй по моему стоит но все равно он из штаба они из галупицы здесь нет этого парня вот это вот второе место что же у нас на первом месте а на первом месте я вам скажу ужас все мы знаем когда мы получаем новую коробочку звезды то это вот такой ящик пандоры потому что вот лично у меня в одной коробочке оказалось два одинаковых линтика для 122 броневика и вот как двумя одинаковыми линтиками я могу собрать один 122 СДКФЗ-222 я не знаю у кого-то может оказаться карточка оборотная сторона которой перевернута у кого-то может в коробочке вообще не та карточка оказаться но это все фигня вот у меня есть такой набор это пехота красной армии кстати там еще внутри ребята есть ну как всегда две карточки отряд покрашен ну и так далее открываем слава богу два линтика одинаковые но здесь это простительно ну инструкция даже не инструкция рекламка мне не нужно и карточка вот такая сначала смотрим ну вроде нормальная пехота приказы не перевернуты а вот потом начинаешь взглядываться и понимаешь во-первых во-первых а куда делась интенсивность огня по артиллерии ее нет видна эта пехота определенная и к пушкам ее особая любовь поэтому по ним она не стреляет а куда делись легкие танки вот есть есть средние танки ну тяжелых нигде нет а легких тоже нет видно либо к средним танкам у них особая ненависть либо к легким танкам особая любовь а потом смотришь стойкость 8 ведь мы все знаем что у красной армии стойкость 7 и вот так медленно к тебе закрадываются сомнения а может это не та карточка так вот я вам скажу что это не та карточка это карточка из журнала великие победы и она играется по правилам великих побед нет к игре великая отечественная она имеет такое же отношение как дед имеет отношение к внуку да у них есть родственные связи но это не одно и то же этой вот карточкой поиграть можно но достаточно сложно но я вам скажу это еще нормально а вот когда вам вот такие карточки попадаются то это уже не дед это прапрапрапрапрапрапрадед он жил наверное еще в каменном веке и вам послал привет вот такими двумя карточками как ими играть в арт оф тактик я не знаю может возможно но я не пробовал а это почему вот мне кажется когда началась выпускаться арт оф тактик вот в таких вот наборчиках везде было совершенно пуфик какие карточки туда ложить ну вот такие или вот такие какая разница положил положил запечатал и все народ копит внутри то посмотреть что возможности нет особенно когда по интернет магазинам покупаешь и тебе присылают два одинаковых линтика у меня даже два одинаковых линтика было в советском грузовике но я не знаю что по этому поводу в общем с вами был центр тактики до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания